Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас в студии сегодня гость Майя Павлова. Доброе утро, Майя. Доброе утро. Напоминаю, Майя у нас уже не первый раз. Я регулярно рассказываю о том, что происходит в негосударственном, независимом театральном коллективе на улице Гертродос в театре. Мы регулярно рассказываем о том, что происходит из сезона в сезон. И я очень хотела поговорить именно сегодня, в конце сезона этого года, потому что сезон начался сложно. Опять у нас там были ограничения. Но то, что случилось в конце сезона, в мае месяце, буквально полмесяца назад и в начале июня, мне кажется, достойно нашего внимания, потому что это сразу задело на следующий год и какое-то подведение итогов прошедшего сезона. Мы поговорим о том, что случилась премьера в конце сезона, которую вы долго готовили, с хореографом Яной Цука. Позову ее осенью. Мы тоже с ней давно не говорили. Случилась эта премьера. Случилась ваша поездка с двумя спектаклями. Вы ездили в Таллинн. Да. Это была платформа... Балтик Дэнс Платформ. Танцевальная танцевая платформа. Ну, как бы такой смотр танцевальных спектаклей балтийских стран, да? И другое было Балтик Визжуал Театр Шоукейс. То есть в Таллине собирают вот такие независимые, ему небольшие коллективы или большие тоже? Большие тоже. Как бы там это не независимые, но это как бы в пространстве балтийских стран совместно. И дело больше и больше есть совместных проектов. И эти две проекты как бы совмещают или как бы их идеи, чтобы вести вместе спектакли профессионалов из всех стран Балтии. И вот один был, это Балтик Дэнс Платформ, это были профессионалы танца, хореографы, критики, танцоры. И другой этот Балтик Визжуал Театр Шоукейс, это шоукейс визуального театра. И это там и кукольный театр, и театр объектов, и даже театр художника, наверное, какой-то совсем визуально. Но там нету, как бы это не делится на это, это независимые или зависимые. Ну то есть любые коллективы, если это государственный театр делает, то приезжает государственный театр. Ну просто в разных странах по-разному существуют эти коллективы, потому что вот я могу сказать, что я сейчас была в Литве на прошлой неделе, смотрела один перформанс, который, в общем, выглядит как, если бы его сделали какие-то, наверное, независимый коллектив, и у этого театра и нету какой-то постоянной площадки. Но театр государственный, который поддерживается на постоянной основе государством современного танца. Да, да, так что там, ну как бы, да, в каждой стране есть другая система, и просто у нас как бы есть, ну как бы, такая... Очень много независимых хореографов, да, которые работают... Ну в Латвии вообще нету как бы государственной такой поддержки для танцевального театра, есть только балет. И есть отдельные хореографы, которые работают проектом, но, например, поддерживается небольшими деньгами из Культа Капитал Фонд с компанией Ева Криш. Это дуо таких юных хореографов, которые половину в Латвии работают и много работают за границей. И да, и мы, где трудосила стоят, это площадка тоже для танца. Ну, это такие организации. Но все, почти все... Сейчас фестиваль ещё идёт, время танца. Да, 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 да. Они тоже, по-моему, но они не получают, как бы, по-моему, как бы... Ну, это всё проектные... Да, проектные мероприятия, да. Да, да, да. И как бы вот такой танцевальный дома или компании нету, ну как бы, там, не знаю, национальный театр или дайлс. Хотя я могу сказать, конечно, что, на мой взгляд, развитие современного танца в Латвии, оно как бы сейчас в том самом находится состоянии, когда было бы здорово, конечно, очень что-то, какой-то центр современного танца сделать. Ну да, наверное, это, как бы, по-моему, не хватает, как бы, это продолжительность, системность и продолжительность, и, как бы, мы воспитаем новых хореографов, они выходят, и просто через два года они уходят в другие профессии, потому что они, как бы, не могут заполнять свой день. Да, и при этом нету коллективов больших, например, современного танца. Да, да, и, например, это отличает Литвы, где есть, по-моему, три или четыре постоянных компаний, которые не только там, не только хореографы на проекты работают, но это компании с коллективом, там, там, Тори, они танцуют, и у них репертуар. У них репертуар, и мы видим на сцене не двоих, например, хореографов, которые делают какую-то совместную работу, да, а мы видим на сцене целый танцевальный коллектив, который требует совсем другого применения практики хореографии, совершенно другого. Да, 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 и у нас этого практически нет. У нас одиночки, да, существуют? Да, да, но это, как бы, ну, тоже это было очень очевидно в этой платформе, как бы, там были такие сессии питчев, где артисти себя, о своей работе рассказывали. И, да, это одиночки, дуо, ну, очень, очень, как бы, это всё, эта система, как бы, очень ограничает те... Возможности объединения, да? И не только объединения, но тоже, как, или, как бы, и все эти обстоятельства, очень очевидно, как они влияют на то, как артист работает, и какие они, не знаю, работают, там, например, с людьми. И, ну, это просто, ну, не только то, что, потому что они, у них нет танца, компании, они работают с людьми, и, например, ну, не профессионалами, но это тоже, как бы, влияет на это, я думаю, очень много. Это, безусловно, влияет, потому что, ну, я из своего опыта просто знаю, что в России, например, там, начиная с 2000 года очень долго развивался современный танец, была платформа современного танца, и даже были коллективы, но не в Москве. В Москве были тоже небольшие коллективы, там, 2-3-4 человека, но те, которые могли выжить, вот, как бы, финансово в небольших таких, как бы, не располагающих условиях. Ну, вот, там, у Светланы Богановой в Екатеринбурге, у Панфиловский балет был, ну, там, где-то как-то вот это всё существовало, Ольги Поне, да, коллектив, но в Москве, например, его не было, такого постоянного коллектива современного танца. И вот в 2011 году, в 2012, когда мы сделали такое переработку, как бы, переформирование одного из государственных коллективов, конечно, это сразу изменило ситуацию на поле, потому что появился коллектив, который работает в области современного танца. И с современными хореографами русскими, да, и с приглашенными европейскими. И вот за последние 10 лет, я думаю, что не сейчас, конечно, уже, но за последние 10 лет это, прямо, были очень хорошие результаты. Привозили же этот спектакль балета «Москва», вот, танцпол, который был сделан на золотой маске, на одной золотой маске, который был сделан как раз вот в такой коллаборации с европейским хореографом. Да, да, да. Ну, ничего, это нам впереди. Да, но вчера вот как раз был спектакль, я должна сказать, всё-таки, раз мы говорим про современный танец, я скажу об этом. Вчера был показ спектакля «Торнадо» Ольги Житлухиной в проекте вот этого фестиваля, который она ведёт, курирует уже много-много лет, и ведёт его, тащит. И это спектакль, который соединил очень много танцоров, вот, как бы, собрал всех танцоров в Латвии. Да, да, да. Да, и в этом, как бы, и кайф этого спектакля, мне кажется, который она придумала, что она вот этот «Торнадо» закрутила и учеников, и нынешних студентов, и прошлых студентов разных возрастов, разных выпусков. Вот весь современный танец был представлен в этом спектакле. Я прям считаю, что это прям такой показательный очень для... Да, 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 это тоже... И не только ты одна, и другие так говорят, что это очень... То есть я была прям рада за этот спектакль очень, да. Ну, хорошо, значит, вот вы показали свои премьеры в «Таллине». Да. У тебя был такой гастрольный. И потом сразу приехали, сыграли премьеру в Риге. Яна Яцуйко, да? Нет, мы потом поехали. На следующей неделе этот «Балтык вижел шокейс» с «Деревянной дорогой» или как? Да, да, этот спектакль, который вы выпустили как раз перед... Перед ковидом. Да, самые последние премьеры театра на Гердрудос перед ковидом. Да, ну, мы поехали с этим спектаклем, и потом у нас была премьера. И надо сказать, что вот эти «Деревянные дороги» — это тоже спектакль, который так вот внезапно оборвался, и вы его долго не показывали, да? Да, да. И сейчас вы его играете снова периодически, да? Ну, да, да, мы будем играть. Мы уже получили первую, как бы, заявку, чтобы пригласили нас в фестиваль уже. Так что очень у нас было... То есть вот эта поездка, она поддержала, да, спектакль? Да, 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 да. Там были профессионали тоже из других стран, не только из Балтии, но и других стран Европы. И уже получили из Дании, да, приглашение на следующем году и ехать в фестиваль спектакля. Значит, спектакль будет жить, потому что поедет в Дании на фестиваль. Да, да, да. Есть ради чего тянуть эту историю дальше. Хотя она непростая, я думаю, что, конечно, зрителям, наверное, непросто смотреть, потому что это очень философский спектакль. Он, с одной стороны, визуальный и очень так понятный, а с другой стороны, там, конечно, очень много всего интересного внутри, с чем надо разбираться. Ну, прям, желаю очень удачи этому спектаклю. Потому что я как раз смотрела премьеру в день объявления локдауна первого. И вы вернулись и сделали фестиваль. Мы сделали, да, премьеру и фестиваль. Фестиваль, который подвел итог некоторым образом этого сезона. Да. Это первый фестиваль, так и называется, фестиваль номер один. Да. Сделали вы его в Бенспилсе, которая свободная площадка. Да. Где нет своей труппы, где всегда в течение сезона показываются гостевые спектакли. Вы объединились с тремя театрами. Да. Трое три театра и один независимый проект, который вообще существует на базе Далес. Да, да. Ну, как-то, я так понимаю, так и существует, как плавающий. Ну, да, это как бы инициатива хореографа и художников. И просто большое, я думаю, спасибо Далес театру, который их взял потом уже на свои программы, репертуары. И как бы обеспечает и технической всю организацию. И это, я думаю, что для танца, это очень, для современного танца в Латвии, это очень большая как бы... Прорыв такой, достижение, да. Прорыв, да, что на большой сцене, ну, два человека, но всё же на большой сцене мы можем, сцене можно увидеть, увидеть хороший спектакль. Лет лабос минут. Я, 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 я. Да, Гэди Ницю Дзилло. Да. Ну, это была, да, идея фестиваля была уже, я думаю, давно, как бы, может быть, не о фестивале, но что нам надо вместе с Анной и с Дертой Део театра что-то сделать, что что-то... Чего-то не хватает в нашем пространстве. И так, так случилось, мы уже с тобой говорили, делали что-то, но ковид нам перешёл дорогу, и ничего не получилось, и так вот в этом году, да. Попробовали, как это может быть. Как это может быть, да, потому что там, я думаю, что было две вещи, которые были для нас важны. Это одна, конечно, после этого сезона в ковида, или между ковидом сезоном, показать какие-то работы, которые были важны, которые случились, но много людей их не видели. И показать те работы, которые в театре, которые, может, не традициональны, не так, не происходит только на сцене или по-другому, интересны с другой точки зрения. И вторая очень важная вещь была нам самим как бы встретиться, поговорить. То есть это был повод собраться в одном месте, вне Риги, где уже нет никаких семейных каких-то частных обязательств, когда ты выезжаешь куда-то, ты проводишь всё время друг с другом, и это даёт возможность тоже обсудить какие-то проблемы и какие-то профессиональные вещи поставить, разложить по полочкам. Да, 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 это было очень, да, для меня это было самое важное, как бы очень интересно, как мы поговорили, и не только поговорили, у нас уже есть какие-то задания на будущее, что делать во время сезона следующего. Ну, таким образом, вы привезли в «Энспилс» несколько спектаклей этого года. Да. Мы привезли четыре спектакля, это было «Май соседья Верей» из Театра Резекны. Да, из Театра Резекны. Ну, это было самое большое и самое трудное мероприятие, потому что это надо было как бы… Это спектакль происходит в Резекне, и он был сделан… Привязан к месту, привязан к историю Резекны, но как бы… И играется на улицах Резекны. Да, да, да. Но артисты это сделали, Кристо. И ведь там очень много участников. Ой, очень много, да. Как бы, но они тоже в Резекне работают с совместным коллективом, который и танцевальный, по-моему, и хором. И это тоже было сделано… И оркестр там еще. Да, и оркестр. Но все эти, как бы, аматерские коллективы были… Это было переделано с венспилскими коллективами. А, то есть вы не везли в этот раз? Не все, нет, нет, нет. Там было такое томикс, но хор и танцовщики, девушки, которые танцевали, были местные. И так что это тоже, как бы, такое для меня хорошая история, как можно вот этот театр… Интегрировать в местное сообщество. Да, да, да. И, по-моему, это очень важно. Для, как бы, не только приехать и показать что-то, и, ну, вот, вы смотрите… А поработать с местными людьми. И, как бы, не только заявить, что мы такие там, но и пригласить, и участвовать. И, как было видно, очень… Спасибо Богу, что… Погода была хорошая. Да, это был первый солнечный день, когда начались спектакли, и можно было видеть, что даже, конечно, это происходило на улицах Венспилса, и что те, которые люди не на спектакле, не видят, что что-то происходит. И на следующий день, когда уже был другой спектакль. Уже присоединились больше людей. Да, 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 они приходили. Так что, да, мы очень рады, как это прошло, и будем думать, да, что делать в следующем году. То есть вы играли на улицах спектакль? Не, не все. Нет, это было… Но один он как бы был сделан, вот мой сосед Еврей, он и сделан, в общем, для улицы изначально. Но вы же еще один играли, который не сделан для улицы. Вы вели на улицы его. Да, мы вели… Это были… Как это по-русски? Позор, да. Утерянные песни. Да, утерянные песни. Ну, когда мы… Ну, когда это тоже было спектакль с премьера между сезоном и Ковица, но когда они этого спектакля делали, идея была, что это как бы будет… артист тоже… что это не привязано к месту настолько, что там нету сценографии, там сценографии, там просто это можно показывать в разных местах, но на улице это еще не приходило. Ну, изначально же мы с тобой тоже в прошлом году говорили, что если будет совсем плохо, придется играть во двора. Ну да, но вот во дворе и играли. Ну да, но это было тоже интересно для спектакля и для артистов как бы по-другому, как бы жить с этой, как бы, спектаклей и говорить о тех, как бы, и пространстве, и, как бы, климатизменности. Да, да, да. Природных изменений и, как бы, этих проблемах, и, как бы, природа так была существенной на этом месте, так что это было очень интересно. Я думаю, что прибавило другой уже… Уровень тоже дали, да, какой-то дополнительный спектакль. Да, да, да. Ну, может, немножко там надо, в следующий раз немножко надо другие микрофоны, но совсем не очень так. Технически это всегда происходит, какая-то, ну, как сказать, адаптация, но едва спектакля вы играли в зале, да, то есть это был спектакль «Дети дел театра» «Конклавс», на малой сцене вы играли, да, там есть малая сцена в театральном доме в Анспасе, и на большой сцене вы играли «Лот Лапс Минутас». Да, да. То есть вы вырезали своё поколение и показали то, что делает экспериментальный какой-то, необычный, непривычный, внеформативный театр, да, современные тексты, путешествия, интерактив, вы всё придумали, что показать. Да, всё и сразу, но, как бы, я стараюсь, как бы, говорить, что это нормальный театр, но, как бы, это кажется… Ну, я с точки зрения зрителя, который ожидает определённых правил, игры по правилам, которые у него где-то внутри есть, а вы приходите, эти правила разрушаете некоторым образом. Они уже давно разрушены. Но они давно разрушены, как бы сказать, они давно разрушены в небольшом пространстве людей, которые в этом привыкли выиграть. И мы хотим их разрушить уже. А вы хотите эти рамки ещё разрушить и заманить в это пространство больше зрителей, правильно я понимаю? Да, да. Потому что, ну, как бы, я тоже, например, своей маме уже совсем определилась, и, как бы, я точно знаю, что зритель, самый зритель может ему, как бы, приходя на спектакль экспериментальный, он всё же понимает. Но проблема не в том, что он не понял или не почувствовал, но боится, как бы… Боится ошибиться сам собой. С собой, да. Да. И это, я думаю, что это самая большая проблема, как её переодолеть, я не знаю ещё пока. Мне кажется, просто это большая… извини, пожалуйста, это большая проблема долгосрочного влияния такого постсоветского театра. Ну, как бы, да, вот этих правил игры, которые были установлены на протяжении довольно долгого времени вот в этом пространстве. Когда не было современной музыки, её просто не существовало, да, современного танца не существовало. Значит, есть балет, есть народный танец. Это можно, всё остальное – это что-то неправильное. Да, 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 да. И то, что неправильное, это уже… это никогда не становится профессиональным. Да, 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 да. Есть это разделение между… вот здесь профессионалы. Например, «Аншер Утентал», «Кусты» и «Бутэ Атрос», они были на уровне профессиональных танцевальных компаний, но просто из-за того, что они делали на сцене, они никогда не получили этот… Этот статус как бы… Этот статус как бы… Публичный как бы статус, да? Да, да, да. И я думаю, что это, да, как бы, да, раз… Разрыв… Ну, как бы его в разных странах сейчас нагоняют с разными темпами. Да, да, да. Например, вот я езжу в Литву, и я понимаю, смотрю много спектаклей в Литве, я понимаю, что там это как бы соединяется, потому что очень много государственных театров работают вот с этими новыми формами уже давно. Да, да, да. И фестиваль, который серьезно, там идет 20 уже лет, который очень много работает на это, ну, как бы на слом вот этого восприятия стандартного. Ну, да, но я думаю, что Литве тоже это из режиссеров, которые работали независимо, но были уже как бы сначала зависимыми, а стали независимыми, потому что… Начали работать и в рёпе, и как бы делать туры, и гастроли. Да, я думаю, да, что это по-другому. Мы немножко как бы еще держим этот разрыв и думаем, там, актер, перформер… Занавис. Занавис. Занавис, да. И да, и фестиваль, конечно, Homo Novo старается тоже что-то изменить, но это, по-моему, очень трудно, если как бы… Да, это… Поэтому тоже, говоря об этом фестивале, и думаю, мы приложили как бы для зрителей, что эти все артисты и все… или часть спектакля получили приз… Спелмани на акции. Спелмани на акции. Да, призы. И вот в этом году, когда было ковид, но когда как бы призы не было там лучшего спектакля… Да, да, когда немножко сломали ситуацию, мне кажется, это очень правильно было просто такое какое-то… показать, в каком состоянии сейчас латышский театр, как много всего разного происходит. И я хотела сказать, что вот это вот как бы нарушение конвенции некой, установленной между зрителем и театром, о том, что вот это должно быть только так или не, а не иначе. Я хочу вот сейчас сказать тоже, что я была в Лейпай, посмотрела спектакль «Гримми» Элмара Сынкова, который тоже разрушает как бы все, что можно этим спектаклем. Ну, я вижу, что зрители смотрят, им нравится. Сейчас я была в Клайпиде, смотрела польский спектакль, довольно странный, музыкальный такой… По мне, так это даже не драматический спектакль именно, а такая современная музыка, где актеры очень много поют в спектакле. И я была поражена, полный зал зрителей, там фестиваль уже проходит несколько лет, в начале лета международный и литовский кейс, и потом международный несколько гостей. Там фестиваль проходит уже несколько лет, и я вижу, как эти несколько лет в Клайпиде на этот странный, довольно странный польский спектакль, ну, такой очень польский при этом, да, там актеры существуют очень в таком надрыве, как польские актеры любят, а-а-а, эмоции так зашкаливают, кровища-то клюется. Полный зал, который сидел, не отрывая глаз, слушал вот это вот все на польском языке, с титрами, да, но на польском языке спектакль, Тит Андроник, не самая известная пьеса Шекспира, и шквал аплодисмея, просто вижу, что полный зал, то есть этот фестиваль шаг за шагом сформировал определенную публику, которая готова к чему-то новому, и это всегда ужасно радует. И я настаиваю тоже на том, что зритель все равно понимает и готов разговаривать, и готов открываться, и чувствовать вместе с большими художниками странные вещи. Да, абсолютно, я согласна. Хорошо, что ждет в новом сезоне, скажи, с чего вы начнете? Вы же уже положили билеты в продажу, я видела. Ну да, мы будем показывать новый спектакль Яны Яцук, очень занятые артисты, очень мало спектаклей. Расскажи про этот спектакль, это же эксперт, это какой, третий спектакль Яны, да, самостоятельная работа? Да, да, это третий спектакль, второй полнометражный, если так много... Но один был такой эксперимент музея вот этих вот, то, что она делала, я помню. Но это, да, это не спектакль, больше, может быть, такая инсталляция, инсталляция, да... Как работа художника больше, да? Да, 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 они сделали это совместно с Лаурой и Старшаной, это было после рутин страха, спектакль они хотели работать... С этой темой развивать. Да, да, да. Но этот спектакль, который Яна сделал совместно с Мардерем Мардерс Ванакс, это уже опять как бы история самой Яны, ее отношения, какие у нее были, ну как бы на основе спектакля. Ну, я думаю, что это не так, потому что спектакль вообще без слов, там никто не говорит, потому что я говорю это, потому что на предыдущем спектакле Яна... Короче, на страхах, там был монолог у нее, да? Да, да, там был, ну, да, текст... Но вы играете иногда теперь на английском, я так понимаю. Мы играли это для платформы, да, и мы можем теперь играть и на английском, и мы иногда говорим, что... или думаем, надо поговорить с Яной, что она может ее, его, может быть, переиграть на русском. Ну, посмотрим, как это, возможно ли это и когда. Да, потому что она... Яна и двухязычная сама, и так что она может это делать... На трех языках. На трех языках. На двух, на трех. Ну, да. Ну, вот, и да, это спектакль, новый спектакль Яны, от Аллам Старпом с Distance Between, расторонии между нами. Да, между нами, да. Да, это, да, говорит об отношениях, которые, может быть, между двумя людьми, и, может быть, не так уж какая-то любовь бывает интересная. То есть, как бывает, и ранит, и поддерживает, и разрушает, и все вместе, да, отношения могут быть. Ну, да, 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 может быть, даже, ну, это на... но я не хочу очень, как бы, рассказывать, как это... Да, 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 ну, как бы, как это смотреть, потому что я думаю, что каждый, который, человек, который был в каких-то отношениях с другим человеком, может понять, что там происходит. Ну, у каждого свой опыт, который он будет, ну, как бы, принимать или не принимать в этом спектакле. Да, да, но я тоже, ну, да, этот спектакль, я думаю, что очень для зрителя, как бы, все, у которых есть... Бэкграунд. Нет, не бэкграунд, у которых есть... Тело. А. Могут понять это, потому что это, да, спектакль... Ну, язык тела, да, она работает. В телах, да, там очень, там нету, да, нету слов, но есть очень, как бы... Выразительный. Выразительный, да, язык тела. Ну, хорошо, значит, вы, я так понимаю, тоже пересмотрели свой репертуар в некоторой степени, да? Ну, ковид повлиял на какие-то спектакли, которые уже не получается заново играть. Да, да, да. С какими-то вы расстались, с кого-то... Какие-то выросли, я так понимаю, да? Да. Кто-то вырос, мой вот тут приходил Мартин Швенекс, он сказал, что Ронда играется уже тоже много лет. Да. Вот я надеюсь, что... Мы про него рассказывали, я надеюсь, что вы еще будете его играть впереди. Да, да, да. Спектакль Ронда и прекрасный спектакль, который тоже я всем рекомендую, это про заседание. А, Nothing Special. Да, Nothing Special. Да, заседание парламента. Да, 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 да. Которое спето на разные темы в разных вариациях. Ну, я думаю, что это тоже год выборов, так что в осенью будет выборы парламента, так что... Вы споете им. Мы споем об этом, да. Хорошо. Приклоним. Какие еще планы впереди? Ну, вот если говорить про следующий сезон, вы уже понимаете, с кем вы будете что-то делать? Да, у нас есть маленькие затеи и немножко затеи побольше. Один проект, который я не знаю еще когда, но уже в этом летом будет работать новый режиссер Роберт Сдаубурс и украинская художница и режиссер из Украины Катерина Парфеева. Они будут собирать истории о тех людей, которые прибежали и сбежали из Украины, из войны. Так что я не знаю, какое будет содержание, но они будут наработать и накапливать материал для спектакля об этой теме. И меня очень радует, что это была инициатива нового режиссера, он был так поразован этой всей ситуацией. И он пришел к нам, и я хочу что-то делать, как бы это... И он сам нашел Катерину, и она работает или работала в театре. Ну, они привезли этот спектакль «На правом берегу» с Тамарой Труновой и Стасом Жирковым, конечно. Да, да, да. Она работала там, и вот, да, так что это... Они будут работать теперь летом над материалом, и тогда будем видеть, как это будет продолжаться. Другая затея побольше, и там уже у нас есть как бы разработанный материал, это будет музыка. Мюзикальный или почти мюзикл по пьесе Аспазе, основанной на пьесе Аспазе. Аспазе это... Ну да, не объясняем, все знают. Все знают, кто такая Аспазе. Это легендарная личность для Латвии, на самом деле. Да, и режиссер Андрея Серова с актрисами Анта Айзупа, Элзбет из Крастыня и другие другие, которые еще я не знаю, которые будут делать такой музыкал хип-хопа. По-моему, да. Ну, да. Это будет где-то, я не знаю, может быть, ноябре, декабре где-то там будет премьера. И третья затея, которая у нас есть, и теперь я уже могу говорить, потому что нам подтвердили финансирование, да. Это будет спектакль «Мой контракт со святым креслом». И это будет такой перформативный, тоже... Визуальный, да? Нет, танцевальный немножко театр или спектакль о том, как мы сидим, что мы все время сидим, и как наша жизнь, как это кресло повлияет на нашу жизнь. Так что это был хореограф... Интересно, а кто это будет делать? Это хореограф Синте и Силыня совместно с драматургом Эвердсом Малнауксом. Да, для меня это очень интересная тема, потому что мы очень привыкли к сиденью, мы знаем, что такое сидеть, и всегда, когда куда-то пойдём, мы хотим сесть. Где бы нам посидеть, называется. Где бы нам посидеть, да, но для человеческого тела это физически совсем не... Полезно. Не полезно и неудобно вообще-то. Наши мышцы не приспособлены к этой позе, но всё же мы... Всё, наша жизнь проходит в рабочих креслах или в кафейных креслах, или ещё в каких-то креслах. Или театральных. Или театральных, наши, во всяком случае. Я хочу спросить ещё про последний вопрос тебе задать, у нас осталось совсем мало времени. А вот этот спектакль экспериментальный, который вы сделали про память, про то, как человек рассказывает про человека, вы будете ещё играть? Да, мы будем играть, да. У нас тоже были, да, мы показывали, или это был совместный проект с эстонским театром, там были тоже спектакли в мае в Эстонии, но мы будем, да, на новом сезоне рассказывать... Как память перерабатывает и другие образы выдаёт, как каждому человеку. Да, 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 да. Кто меня, в конце концов, запомнит? Ну тогда, давай договоримся, что кто-то придёт, мы хотели это сделать весной, и получилось. Я бы очень хотела поговорить с автором спектакля об этом, потому что, мне кажется, это очень интересно. Да, это очень интересно. И здесь я могу сказать, что я тоже очень консервативный зритель, и для меня очень, как бы, я всегда осторожно отношусь к какими-то такими непонятными идеями, и, как бы, перформанс тоже всегда у меня такой вызывает. Но этот спектакль я видела все три, потому что каждый вечер это с другими людьми, и другой спектакль, это меня поразило своей человечностью, и как просто, да, как эта ситуация, и вся затея, и можно принести так много человечности для меня. И давай подумаем, может быть, мы всё-таки ещё разочек сыграем «Молчание». Да, обязательно. Давай вернём этот спектакль в репертуар. Я говорю о спектакле «Комедия положений», который когда-то придумала, сделала здесь для двух актрис, Всеволод Лисовский. Да, да. Три года назад уже. Ну хорошо, спасибо, Майя, удачи театру, удачи фестивалю, я надеюсь, будет фестиваль «Намба ту», и в «Энспилсе» на следующий год можно будет поехать, посмотреть. Пусть он подрастёт ещё, пусть он будет побольше, пусть будут зрителей побольше, и не забывайте, проверяйте, Гертруда съела с театрис, уже есть билеты на следующий сезон. Да. Спасибо. Спасибо, приходите.